Кисломолочные продукты Этот процесс называют брожением, а используемые бактерии – закваской. Технологически есть два вида брожения в приготовлении всей кисломолочной продукции. При кисломолочном брожении для сквашивания молока используют какой-то один или несколько видов молочнокислых бактерий. Его используют при производстве простокваши, сметаны, сыра, творога. При смешанном брожении молочнокислым и спиртовом используются дрожжи, сахар, иногда полезные бактерии немолочнокислой группы. Таким способом изготавливают кефир, шубат и кумыс. Молоко является для таких бактерий естественной средой обитания. После расщепления сахаров молока бактериями выделяют сахарная кислота, которая дает специфический кисловатый вкус, углекислый газ, вода. Ассортимент кисломолочных продуктов велик. Простокваша, ряженка, варенц, йогурт, кефир, биолакт, сметана, творог, кисломолочные напитки. Сыр в России появился при Петре Первом. Это концентрированный молочный пищевой продукт. Его получают из молока с помощью сычужного фермента или молочной кислоты. Эти вещества свертывают молоко. Затем сырная масса проходит специальную обработку и созревает. Сыр очень полезен. В него входят белки, которые легко усваиваются организмом, молочный жир, минеральные вещества, соли кальция, натрия, фосфора и другие. Витамины А, Д, Е, В1, В2, ПП. Сметана. Это русский национальный продукт. Среди других кисломолочных продуктов сметана выделяется повышенной калорийностью. В сметане в 7-10 раз больше витаминов А и Е, чем в молоке. В других странах ее выпускают в ограниченном количестве, называя русскими сливками. Получают ее из пастеризованных сливок путем заквашивания их чистыми культурами молочно-кислых бактерий, после чего выдерживают для созревания. Сметану используют для приготовления сладких блюд, изделий из теста, а также как самостоятельное блюдо. Ею заправляют салаты, соусы, супы и вторые блюда. Творог. Это белковый кисломолочный продукт. Кроме полноценного молочного белка, он содержит ценные для человека минеральные вещества. Мягкий диетический творог получают из обезжиренного молока с добавлением сливок. Домашний сыр или зерненый творог со сливками имеет зернистую структуру. Содержит 5% жира, 1% соли. Творог можно приготовить в домашних условиях. Для этого молоко кипятят, затем охлаждают до комнатной температуры. В охлажденное молоко кладут закваску. В качестве закваски можно использовать сметану, кефир, простоквашу. Заквашенное молоко перемешивают, закрывают крышкой и ставят в теплое место. Для ускорения процесса заквашивания молоко можно немного подогреть. Творог отделяется и остается сверху, а прозрачная зеленоватая жидкость, сыворотка, внизу. Молоко нельзя переквашивать, иначе творог получится кислым. Творог отделяют от сыворотки, выкладывая его на сито или дуршлаг, покрытый марлей. Охлаждают и слегка отпрессовывают или подвешивают так, чтобы сыворотка могла стечь. Для приготовления творога на 1 литр молока берут 50-75 грамм закваски. К творожным изделиям относят домашний сыр, творожную массу и сырки. Йогурт. Это кисломолочный напиток с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока. Для получения йогурта используют молоко цельное и обезжиренное. Добавляют сухое молоко, сливки, плодово-ягодные сиропы, целые или кусочки плодов ягод. Простокваша. Это тоже продукт, традиционный для русской кухни. В зависимости от особенностей приготовления различают следующие виды простокваши. Обыкновенная, ряженка, варенец и десертная. Простоквашу можно приготовить и в домашних условиях. Для этого в охлажденное, кипяченое или пастеризованное молоко добавляют сметану или готовую простоквашу. Заквашенное молоко накрывают бумагой или крышкой и ставят в теплое место на 18-20 часов. Кефир. Это продукт со свежающим слегка острым кисломолочным вкусом и консистенцией, напоминающей жидкую сметану. Его относят к продуктам смешанного брожения, молочно-кислого и спиртового. Вырабатывают кефир из пастеризованного молока, цельного или обезжиренного, заквашиванием кефирными грибками или чистыми культурами молочно-кислых бактерий и кефирными грибками. Молочные продукты подвергают следующей тепловой обработке. При приготовлении блюд из молочных продуктов предъявляют следующие требования. Молочные супы, каши, соусы должны иметь вкус, цвет, запах молока, консистенцию, соответствующую данному блюду. Супы жидкие, каши жидкие и вязкие, соусы средней густоты. У запеканки, пудинга поверхность должна быть ровная, без трещин, подрумянина и легко прокалываемая вилкой или деревянной палочкой. Сырники имеют приплюснутую круглую форму с ровной румяной поверхностью. Хранение молока и молочных продуктов. Испорченные молоко и молочные продукты могут стать причиной серьезных заболеваний и отравлений. Чтобы избежать неприятностей, надо запомнить основные правила домашнего использования, приготовления и хранения молока и молочных продуктов. Посуда, в которой хранят молоко и молочные продукты, должна быть чистой. Молоко и молочные продукты необходимо хранить на холоде, в закрытой посуде, в темноте. Молоко, кисломолочные напитки, творог желательно употреблять в первые сутки после приобретения. Не рекомендуется употреблять сырое молоко и творог из непастеризованного молока без предварительной тепловой обработки. Молоко, сливки, кефир, простоквашу и майонез хранят при температуре от плюс 3 до плюс 6 градусов Цельсия, а сметану и творог при температуре от 0 до плюс 4 градусов Цельсия. Сыры и масло лучше хранить при температуре плюс 4 градуса. Топленое масло при температуре не выше плюс 1 градуса Цельсия. Соответственно, и место хранения этих продуктов – две верхние полки холодильника. Сыры обладают резким запахом, который может передаться другим продуктам, поэтому их рекомендуется хранить в целлофане, в пакетах из полиэтилена или в специальных сырницах. Упакованным следует хранить также масло, так как оно очень быстро впитывает запахи.